Я с Украины, у меня зять пятый месяц плену, когда он вернется домой, и можем ли мы как-то повлиять, чтобы это быстрее было, каждый день возле стола ставьте для него тарелочку, и когда наливаете еду, говорите, мы тебя ждем, и наливайте ему в тарелочку, и тогда он как можно быстрее вернется. Также обязательно на ночь, когда вы будете ложиться в окно, ставьте свеч какую-нибудь, можно даже электронную, и говорите, вот тебе в нашем направлении свет, иди к нам, мы ждем тебя. Также делайте обряд вымаливания, складывайте вот так руки, и представляйте, будто он к вам идет. Есть еще вот такой обряд, существует некий шесть тайн Вишну, я об этом когда-то говорил на своем семинаре, который назывался «Астральная левитация» или «Семинар астральной левитации», где я упоминал о шести тайнах Вишну, или практике такой закрытой, шесть тайн Вишни. И одна из тайн – это представляя перед собой весь мир в виде куба, и соединяясь нитью с собой, вы можете влиять на этот мир. Итак, представив мир перед собой в виде куба, такого синего, на котором океан, и на котором разные города в виде куба, то есть представьте глобус квадратный, висящий перед вами, и представьте, будто между вами и этим кубом есть ниточка, представьте маленького человека, своего зятя или своего сына, того человека, который необходим, и зовите его, представляй, будто он идет по вот этой ниточке к вам, старайтесь, даже если он упадет, старайтесь, чтобы упал вам в ладонь. И после этого его прижмите и скажите, мы ждем тебя, вот если выполнять такую практику, то, скорее всего, быстро вернется и ничего с человеком не будет. Спасибо. Спасибо.